В 54-й школе в Октябрьском состоялось грандиозное мероприятие. Школьники подготовили музыкальные представления для героев Огненного фронта, а те, в свою очередь, организовали для ребят множество интересных конкурсов. Встреча учащихся 54-й школы и сотрудников 232-й пожарно-спасательной части проходит регулярно. Ребята даже на улице узнают тех, кто круглосуточно стоит на страже пожарной безопасности. Разумеется, главная цель подобных мероприятий – предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Эта школа для нас, наверное, первая и единственная, в которой мы всегда приезжаем помогать по просьбе учителей, по просьбе директора, ну и сами проявляем инициативу. Дети должны как-то знать, куда позвонить, кому оповестить, сделать систему какую-то оповещение, родителям подсказать, может быть. Но нынешний концерт – это не просто формальная встреча. Больше трёх веков пожарной службе – весомый повод для праздника. Школьники подготовили для сотрудников МЧС яркие поздравления, песни, стихи и даже интеллектуальный конкурс. Пятиклассники поразили всех собравшихся своими знаниями огненных пословиц, а выпускники посоревновались в скорости одевания пожарной формы. По результатам конкурса сразу стало понятно – растёт достойная смена. Естественно, что когда человек встречается с героями, а пожарные – это герои, это оставляет отпечаток на всю долгую жизнь. И когда мы приглашаем ребят, героев к нам в классы, то дети… кто-то уже выбрал себе профессию МЧСника пожарного, кто-то только думает. Но в любом случае, безусловно, на человека влияет то, с кем ты общаешься. А с героями общаться – это почётно. Завершением мероприятия стало совместное исполнение гимна МЧС. Весь актовый зал – школьники, учителя, директоры и бравые огнеборцы 232-й пожарно-спасательной части спели песню о бравой молодости. Кристина Моносорян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.